Антракс предназначен как для поиска хищника на больших акваториях, так и для его ловли в локальных местах, по окнам среди зарослей и водорослей. Здесь он работает даже лучше. В рыбалке хоть и нет никаких ветхих заветов, все происходит обычно спонтанно, но сейчас сработала одна закономерность. Когда нет движения атмосферных масс, на водоеме полный штиль, срабатывают приманки, которые имитируют просто какое-то шевеление, возню на поверхности. Рыба в этот момент очень неактивна и относится ко всем приманкам с большой настороженностью. И антрак здесь подходит очень хорошо, потому что его можно проводить очень-очень медленно, с большим количеством пауз, и он всегда остается привлекательным для хищника. Плюс ко всему его движения виляющие, способность провоцировать даже самого неактивного зубастого хищника. Пока-пока. Удачи. Ну а теперь несколько слов об антраксе. Антракс это воблер, но воблер, можно сказать, поверхностный. Его заглубление совершенно незначительное, но при медленной проводке он работает строго по поверхности воды. И идеально подходит для ловли в очень сильно заросших местах, в таких, в которых сейчас мы находимся. Проводить его можно несколькими способами. Это прямая проводка медленная, стоп-эн-гоу и легкий твичинг, который я предпочитаю всем остальным проводкам. Антракс великолепно работает при медленном твичинге. Его поступательные движения минимальны. Воблер хорошо разворачивается из стороны в сторону. Очень полезно выдерживать паузы, для того, чтобы хищник успел прислушаться к тому, что происходит на воде, выйти из укрытия и атаковать объект. Есть. Вот мои нервы, как всегда, оказались крепче, чем нервы щук. Положительная черта приманки – ее реалистичность. Даже если хищник укололся и относится с подозрением ко всему, что происходит на воде, уговорить его атаковать эту приманку несложно. Главное – набраться терпения и проводить приманку очень медленно с большими паузами, слегка покачивая воблер. Что интересно, схватило совсем недалеко от лодки. Обычно в штилевую погоду щуки не любят к себе близко подпускать, стараются держаться на расстоянии. Ну, либо если уж подошел на близкое расстояние к стоящей щуке, то она очень-очень вяло реагирует на приманки, практически не выходя на них. А вот эта выскочила, и причем довольно активно, с двумя разворотами. Красиво, прям по-летнему. При ловле на антрактс применяются все виды проводок – прямая или равномерная для поиска хищника. Стоп-энд-гоу и классический твичинг для его уговаривания, а также различные сочетания этих проводок. Очень эффективно легкое шевеление приманки на поверхности воды. Конечно, если хищник обнаружен, или существует большая вероятность нахождения его в месте проводки-приманки. Внешний облик и окраска воблера сделаны таким образом, что имитируют умирающую, сплывшую поверхности кверху брюхом рыбку. Поэтому легкие шевеления приманки на поверхности воды придают большую реалистичность предсмертной агонии рыбки. И сильно бьют по одному из основных инстинктов хищника – санитара, заставляя даже малоактивную рыбу атаковать в угле. Можно спокойненько ее вытаскивать. Вот, неплохая щучка. Вот, как видите, антракс очень боевая приманка. Щуки ее любят, едят в любую погоду. Можно сказать, что эта приманка, если уж не универсальна, то как минимум многофункциональна. Потому что ее можно проводить совершенно разными способами. И почти всегда можно подобрать именно тот уникальный способ проводки, который в конечном счете и принесет трофей. Продолжение следует...